Продолжение следует... Я очень надеюсь, что в течение ближайшей пары минут он здесь все-таки окажется, мы сможем начать. А, переводчик уже здесь, да? То есть мы можем начинать, правильно? Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня второй день апрельской конференции. Я очень рада видеть здесь всех, кто пришел с утра к нам. Для меня это очень важный день, потому что первый раз, мне кажется, за всю историю исследования образования в нашей стране мы приглашаем к нам эксперта такого уровня. Позвольте представить вам Дороти Эспилейдж, профессор университета Флориды, профессор психологии, человек, который занимается исследованиями буллинга, школьной агрессии, подростковой агрессии, подростковой преступности уже более 22 лет, автор более 200 статей, 6 книг и 70 глав в других книгах. Человек примечателен еще и тем, что занимается не только исследованиями, но и активным внедрением в практику результатов этих исследований. И многие программы работают на протяжении уже многих-многих лет и дают очень хорошие результаты. Поэтому я думаю, что сегодняшняя лекция будет очень интересная для всех нас. В конце можно будет задать вопросы и узнать что-то еще, если что-то не будет освещено. Поэтому сейчас я передаю слово Дороте. Доброе утро. Большое спасибо за то, что пригласили меня. Это первый раз в Москве. Я очень рада сделать презентацию. Я работала 22 года по предотвращению буллинга. И только за один час могу об этом рассказать. Мы начали эту работу в 1993 году в Великобритании. В 1993 году мы написали статью о буллинге. Сейчас уже 2019 год, и было написано огромное количество статей. Всего 3000 статей было написано во всем мире. И мы многое узнали относительно, почему дети занимаются такой агрессией, какова цель этой агрессии. Мы узнали очень много о том, как предотвратить буллинг. Но нам еще предстоит сделать очень большую работу. Когда я говорю о 22 годах исследования, которые мы проводили, что мы узнали, что очень трудно предотвратить буллинг в большинстве стран мира. В некоторых странах больше успеха достигло, в других меньше. Например, в Финляндии там очень успешно работает эта программа. В США, в Канаде, в Австралии нет. В течение этого времени они не смогли предотвратить это. Мы также узнали, что нет простого ответа. Нам нужно использовать разносторонние методы для предотвращения агрессии. Когда мы думаем о благосостоянии детей и предотвращении такой агрессии во всем мире, эта проблема стоит очень остро. В феврале 2019 года мы также узнавали, что и российские студенты подвергались этому. Это явление, которое происходит здесь, в России. Также вы не единицы, вы не единственные, это случается во всем мире. Мы знаем из анализа, из литературы, что дети являются жертвами буллинга. И у них высокая степень депрессии, возбужденность. И также они могут покончить жизнь самоубийством. И во многих странах имели место такие случаи, когда дети кончали жизнь самоубийством. Мы также знаем, что у нас должна быть политика в школах и процедуры, которые будут защищать детей. Когда у нас существуют такие программы, социальные программы, о которых мы поговорим позднее, мы учим детей, как справиться с этим, как управлять конфликтами, как регулировать свои эмоции. И мы таким образом можем обеспечивать снижение депрессии и возбуждение в детях. И также предотвращать самоубийство. В течение длительного времени мы работали и концентрировали нашу работу на обучении детей для того, чтобы предотвращать буллинг, а также получать помощь от взрослых в школе. Мы работали быстро, обучали учителей, чтобы они получили хорошее образование, администраторов обучали. И разработали хорошие политики и процедуры, которые обеспечивают, как управлять этими ситуациями. Мы обучали учителей, как предотвращать, как вымешиваться в эту ситуацию, когда они встречаются с буллингом, чтобы они могли помочь ребенку. Когда я начала работу в 1993 году в 15 штатах США в одном штате, например, мы проводили такую работу в 2000... Затем мы работали в других штатах против буллинга. Так же, как и Россия, Америка – разносторонняя страна. Некоторые штаты консервативные, и существует такое... Считают, что это можно не замечать в других частях страны. Дети защищены от буллинга. Это будет зависеть от политики и от процедур. Но иногда бывает невозможно предотвратить буллинг. Это просто должен создать закон по предотвращению буллинга. Когда мы думаем о огромном количестве литературы, 3000 статей уже было написано, нам нужно подумать о благосостоянии детей, о благополучии детей. Буллинг – это один из рисков снижения благополучия детей. Мы должны концентрировать внимание на процедурах общения между детьми, создании нормальных отношений с учителями, между детьми. И как школа может помочь в этом? Когда мы концентрируем внимание на обучении детей социальному общению, мы также разрабатываем отношения между детьми и учителями, а также родителями и школой. С тем, чтобы обеспечить более высокий уровень благополучия и снижение виктимизации детей. И в этих 3000 статей, которые были написаны о буллинге, около 400 были посвящены определению буллинга. Я постараюсь... Я не буду говорить о том, обсуждать, что такое буллинг. Большинство из нас во всём мире адаптировали это определение. В Норвегии в 70-х, 80-х годах пионер буллинга Денел Вейс говорил о виктимизации мальчиков. Именно мальчики были замешаны в буллинге. И иногда даже это повторялось. И таким образом, когда у вас встречаетесь с буллингом, и когда ребёнок не может защитить себя, существует очень... Необходимо вмешаться, чтобы предотвратить депрессию и с тем, чтобы не кончилось дело бедой. Большую часть работы, которую мы выполняли... У меня 250 статей и глав посвящены этому. Мы проводили наши исследования. И я хочу воодушевить вас с этой работой. Буллинг не происходит в вакууме. Буллинг происходит... Как бы говорит о том, что существует другая форма насилия. Это одна из форм насилия. Когда дети проходят период подростковый, когда мальчики и девочки пытаются выяснить, кем они являются, они могут выяснить, что буллинг это насилие, которое основано на половом признаке. Эта статья очень чувствительная... Эта тема очень чувствительная. Мы проводили огромные исследования и попросили детей, которые подвергались буллингу. Мы узнали, что впоследствии эти дети подвергались сексуальному насилию. Один компонент этого насилия это гомофобное название. У нас есть группа детей, которые находятся под большим риском вектомизации. Например, те, кто... Дети инвалиды, те, у которых дефицит внимания и так далее. Если ваш ребенок... Вы можете заподозрить, что ваш ребенок может подвергнуться такому насилию, буллинг становится... Гомофобного... Приобретает гомофобный характер. То есть мальчик... Мальчик может стать гомосексуалистом. Вот это один из этапов сексуального насилия. Это не уникально в США. Гомофобный характер был выявлен 30 лет назад в Великобритании, и мы начали его изучать последние 10 лет. Это очень тяжело изучать, даже в США. И вы должны знать, что это действительно очень трудно. Но я рада, что вы начали уже это исследование. В пресс-релизе в феврале вы узнали, что докладчик встречался с насилием в семье. Этот корреспондент проводил такое исследование, и мы узнали, что конфликты в семье, агрессия и также насилие в семье связаны с высокой степенью буллинга. Нам необходимо подумать о родительском компоненте. Это очень сложная задача. Об этом написано только 200 статей о насилии в семье и буллинге. И еще одна сфера, как вы начинаете эту программу, необходимо начинать с насилия в семье. Надо узнать, что происходит в семье. И мы знаем, что сексуальное насилие приводит к тому, что агрессивному поведению другая сфера. В США мы только начали это изучать. Существует модель, что если вы концентрируете внимание на буллинге и не понимаете, что сюда включаются разные формы агрессии, тогда у вас будет ограниченный успех снижения насилия в течение длительного периода. Представим себе, что это действительно очень сложная сфера исследования. У нас существует огромный риск и фактор защиты. У нас есть объясняющие переменные, которые могут помочь нам. Как предотвращать буллинг и как улучшать благосостояние детей? Нужно подумать об этом сложном социологической перспективе в сложном процессе. Бронфид Феннер разработал такую социологическую модель, социально-экологическую модель. Дети, которые встречаются с высокой степенью буллинга, являются объектами буллинга, действуют разным образом. Может быть, ребенок, у которого есть инвалидность, например, ему трудно подружиться с кем-то. И когда дети не могут подружиться с кем-то, и их отбрасывают от себя их одноклассники, они также подвергаются буллингу, они становятся изолированными. И это приводит к снижению самооценки. Можно, семья в этом может очень помочь. Они могут пойти в школу с тем, чтобы улучшить эту ситуацию. И можно обратиться к общественной из-за того, чтобы поддержать этого ребенка, чтобы этот ребенок не подвергся буллингу. Когда мы думаем о предотвращении буллинга, нам не нужно подумать о всех сферах, которые окружают наших детей. Мы, каждый индивидуальный индивиду, каждый индивиду, мы и я имеем, например, этот опыт. И дети очень чувствительны к этому. Я могу это отбросить и все, и забыть. А дети очень чувствительны. Дети к этому относятся совсем по-другому. Когда мы думаем о предотвращении, мы не можем сказать, что каждый ребенок может бороться с буллингом одинаковым образом. Дети все разные. У некоторых есть дети, и все они отличаются, даже если та же мать и тот же отец, но дети разные. Именно в том, что это личность, это гены. Мы также знаем, что некоторые дети подвергаются высокой степени буллинга, некоторые подвергаются насилию в семье, некоторые нет. у нас есть такая поговорка «яблочко от яблони недалеко падает». Есть такое у нас тоже. Это действительно иногда это не так. Иногда если вы работаете в школе и ребенок подвергается буллингу, вы встречаетесь с родителями, с мамой или с папой, и у вас возникает такая мысль, у вас иногда возникает такая мысль, что яблоко от яблоньки недалеко падает. Иногда и родителям об этом нужно знать. мы также обнаружили, что поддержка разработали гипотезу хайпотеза. Дети сгруппируются. Если, например, я не попал в эту сферу, и я подвергаюсь буллингу и подвергаюсь сексуальному насилию, то он может подвернуться буллингу. мы должны поговорить с родителями, и я бы вам посоветовала сделать это. Это очень важно, поскольку вы занимаетесь предотвращением буллинга, мы обнаруживаем, что некоторые дети, которые занимаются буллингом, они очень популярны среди своих сверстников, и с ними многие дружат, например, в возрасте с 10 до 12 лет. программа предотвращения должна признавать, что дети, которые занимаются буллингом, иногда очень любимы учителями и другими, и своими одноклассниками, и они будут продолжать, им ничего не будет за то, что они занимаются буллингом, потому что люди их боятся. Они могут быть харизматичными, они могут быть хорошими лидерами, и в нашей последней работе мы попытались обращаться к этим детям, чтобы они помогали нам в нашей программе предотвращения буллинга. И еще сфера жизни. Школа, в школе именно происходит часто буллинг, взаимоотношения в школе различные. Очень много литературы написано о климате в школах, о среде школьной. Некоторые говорят, что существует своя сфера, это рабочая среда. Некоторые люди хорошо справляются, некоторые нет. И когда вы думаете о предотвращении буллинга, подумайте об уровне школы, об атмосфере в школе. общество, общественность проводили различные сравнения во многих странах. В нашей стране увеличилось за последние два года буллинг, и поэтому общество, политики, все работают над этим. Они должны разработать политику в школе, разработать программу предотвращения. В 2011 году, 8 лет назад, недавно мы обновили эти данные. Если вы хотите снизить уровень виктимизации, это во всем мире то же самое, если вы снизите ее только на 20%, я не говорю на 100, только 20%. Вам нужно разработать дисциплинарные меры, дисциплинарные методы работы в школах, обучить родителей, как предотвращать буллинг, это очень сложная задача, обучать детей в кооперативной совместной работе, и если они будут поняты, то это можно превратить. Этот метаанализ, нельзя смиряться с этим, необходимо понимать, что те, кто может вы работаете с этим, если вы не обращаете на это внимание, то буллинг становится сильнее. Если существует конфликт, но дети не должны сидеть рядом с тем, кто их может мучить. Если вы хотите снизить распространение буллинга, посмотрите на этот список. Если вы сделаете все то, что написано в этом списке, обучение родителей, наблюдение за игровыми площадками, дисциплинарные методы, обучить учителей, как работать в классе, обучение учителей против буллинга, разработка правил поведения в классе, политика против буллинга и совместная групповая работа, и тогда вы сможете снизить буллинг на 20%, и это можно достичь в наших школах, но некоторые школы даже не делают этого. Это должно показать вам, что виктимизация, расширение, она может усиливаться, поэтому необходимо работать с этим. Необходимо понимать различные типы вовлечения в эту работу. Кристина в 1999 году в Финляндии идентифицировала различные роли, которые дети играют. Те, кто жертва, и тот, кто подвергает жертву насилию, и люди, которые находятся рядом. и во всем мире это 60% просто дети стоят и наблюдают за буллингом, не вмешиваются. А 3% времени они даже помогают подвергать буллингу, поскольку очень рискованно помочь жертве, поскольку тогда буллинг может применяться против вас. То есть группы, которые могут напасть на вас, вы можете потерять друзей. Может быть, вас на вечеринку не пригласят. И это вообще просто страшно для безопасности. Более молодые дети, некоторые дети вмешиваются, но в 11 лет они уже не будут вмешиваться. Только школа может помочь жертве. Девочки чаще заступаются, чем мальчики. Студенты вмешиваются, когда учителя вмешиваются. Школьники будут вмешиваться, если они будут знать, что они в безопасности в школе. Мы также выявили, что наша программа предотвращения работают хорошо с маленькими детьми. Что вы здесь видите, это результаты мета-анализа. Мы говорим, начинаем с первого класса. Мы работаем с шестилетними детьми, начинаем с шестилетними детьми работать. и когда они работают, если в более позднем возрасте, то программа менее-менее эффективна. В 7 лет, в 10 лет очень разница от 11-16 лет. Это уже другие дети, другие потребности, другие структуры школьные и так далее. Как я уже говорила, мы знаем, что буллинг имеет место с другими типами агрессии и связано с депрессией и снижением уровня благосостояния детей. Мы также идентифицировали, что защитные факторы, как мы можем поддержать школьников для того, чтобы предотвратить буллинг. В одной регионе мы разработали программу социально-эмоционального обучения. Я работала в Австралии, Израиле, Корее, Японии. Это несколько всего стран, я перечислила, где социально-эмоциональное обучение является стратегией для предотвращения буллинга, а также для развития академического функционирования и поддержки благополучия детей. Социально-эмоциональное обучение было начато в 1994 году в США, в других странах. Сейчас это уже является международным феноменом. Что такое социально-эмоциональное обучение? Различные методы здесь можно использовать. Например, возможность точно выявить, каковы ваши эмоции, мысли, и как вы можете ваши эмоции и мысли, как они могут воздействовать на ваше поведение. Социальная сфера, возможность для того, чтобы ваше видение и использовать это в семье, школе и в сообществе. Регулирование, контроль над самим, когда ребенок может регулировать свои эмоции, мысли и поведение эффективно различных ситуаций, как они могут контролировать свои эмоции для того, чтобы предотвращить эскалацию конфликта. это сюда входит контроль и регулирование. Необходимо также обучать взаимоотношениям, навыкам взаимоотношений, возможности установить и поддерживать здоровые, нормальные отношения с различными индивидуумами и группами. Как это можно сделать? Вы можете выслушать их, вы можете с ними общаться, поддержать их? Некоторые люди говорят, что социально-эмоциональное обучение это слабый метод, он не является когнитивным. У нас есть такой даже термин слабые навыки, но я хочу спросить вас, какие навыки являются успешными в вашей работе. Многие из вас скажут, что именно социально-национальное обучение это правильная организация, умение слушать. Если вы религиозный человек, вы можете даже прочитать молитву. И вот сюда входит как раз когнитивный аспект. Любой учитель должен иметь такие навыки социально-экономического обучения. Вам нужно понять, что это очень важный вопрос. также в России, как и в США, если вы обучаете детей этим навыком, это как бы промывка мозгов. Все выслушивают. Каждое время от времени при проведении этой работы эти также очень важны для принятия решения. Вы можете научить детей, как принимать решения, возможность принять ответственный, конструктивный выбор относительно личного поведения и социальных взаимоотношений. Существует пять компонентов. Посмотрите, пожалуйста, их на веб-сайте Castle.org. Я критично отношусь к академическим социальным паспектам. Если вы мне не верите, вы можете прочитать мета-анализ 2017 года Тейлера и других. Проводился мета-анализ в 82 школах и универсально-социально- и национальному обучению. В них участвовали 97 406 тысяч студентов. Вам можно посмотреть, каковы существуют программы. Может, это музыкальная программа, художественная программа. Сколько детей проходят такое обучение с помощью художественных средств? Часто дети подвергаются насилию, но они слушают музыку, они любят поэзию. когда вы занимаетесь работать по этой программе социально- я хочу сказать, что вы поняли, что обучение социально- воздействию имеет очень обширное воздействие. Если вы контролируете себя как ребенок, это также будет воздействовать на физическое здоровье, на снижение насилия преступности. Сэйфони Джонс, кто работал на этой конференции, провел значительное … Он сказал, что некогнитивная возможность самоконтроля в детях это предотвратить криминальную деятельность, активность и предотвратить проблемы в взрослом возрасте у детей. И эти данные действительно очень важны. Ребенка важно обучать для того, чтобы снизить уровень напасности. можно говорить здесь очень много о социально-эмоциональном обучении, компонентах, как можно создать программу. Почитайте, пожалуйста, вот эти все эти пункты по улучшению социальной компетенции, регулированию поведения детей. вам необходимо также понять, что программа будет разработать, может привести к тому, что при работе в классе дети уже приходят домой, уже травмы, и эту травму нельзя игнорировать. Необходимо обучить детей, как им реагировать на это. Если мы это сделаем, то мы на 24% увеличим улучшение позитивно-социального поведения, на 15% улучшатся показания успешности в математике, на 20% улучшатся благополучие детей. Существует огромное количество литературы, посвященное этому. Необходимо, нельзя забывать о социально-эмоциональном обучении, когда вы работаете предотвращению буллинга. Это мой подарок вам. Я проделала большой путь, чтобы вам об этом сказать. Мета-анализ проводился в 213 школах по программе универсальной программы на уровне 270 тысяч школьников, начиная с детского сада и также для старшеклассников. существует также оценка второго этапа успешность студентов предотвращения агрессии. мы проводили исследования в 63 школах в возрасте 10 до 13 лет. Это пик буллинга и именно лучшее время, когда вы должны вмешаться в это. мы также оценивали программу, которая называется «Второй шаг». Программа включала исследования по рискам и защитным факторам. Очень немного говорилось о буллинге, хотя мы слышали, что во всем мире дети знают, что такое буллинг в большинстве стран. и это драма во многих школах. Программа также включает исследования как эти знания усваиваются детьми и также развиваем позитивные подходы к поведенческой проблеме. Разрабатываем также разрабатываем программы для изучения потребностей подростков. И этот период у подростков очень сложный. Мы приняли решение в наших исследованиях работать с учителями, а не с психологами, не с психологами при внедрении программы. мы делали это, потому что многие из наших учителей, им понравилось это обучение социально-эмоциональным учением. Например, в 22 года они начинают учить, когда в 22 года еще можно много вложить в их опыт. и мы занимались обучением этих учителей, проводили программы, чтобы они улучшили свои компетенции в социально-эмоциональной сфере. Это очень интересное исследование, я хочу суммировать его в одном слайде. Мы снизили физическую агрессию, буллинг, кибербуллинг, гомофобное и сексуальное насилие в течение трех лет при исследовании школьных этих школ. Мы снизили учителя проводили эти программы и они действительно внедрялись. И это привело к хорошим результатам. Иногда некоторые учителя не хотят заниматься изучением. То есть тогда они не смогут мы должны помочь им. И тогда они могут помочь нам в школе во втором шаге по программе социально-эмоционального обучения. Когда школа даже в течение трех лет улучшается благополучие детей в школах, приводит к снижению к снижению через три года агрессию, то есть мы снизили эту агрессию в течение трех лет, просто проводя обучение детей социально-эмоциональному ... обучению и в социальной сфере мы помогали этим детям этим детям. Также проводилось исследование детей с инвалидов. Если у школьника аутизм, например, нарушения поведенческие, и он учится в школе второго этапа, в течение трех лет насилие и буллинг были снижены в этих школах. Еще несколько слайдов. Я хочу поговорить о новых вещах, которые мы сейчас внедряем. Я говорила вам о метаанализе, который снижает уровень буллинга очень хорошо в более раннем возрасте, с пяти лет до восьми. С девяти до десяти может снизить, но с одиннадцати до восемнадцати уже это почти невозможно. Поэтому мы думаем, как это в российском среде происходит. И это происходит во всем мире. Нужно начинать работу с младшего возраста. Мы должны рассказать, как проводить эту работу. Иногда учителя считают, что эта программа не подходит для детей, что они считают, что эти программы были созданы взрослыми, и детям они не нравятся. они даже могут делать ролевые игры, чтобы вовлечь детей. Мы проводили в течение последних четырех лет такие исследования. От 15 до 18 лет школьники, они очень любят различные технологические вещи. думают о своем благосостоянии и своих друзей. Они хотят ресурсов и воздействуют на школьный климат. говорят нам, взрослые не знают, что они делают у нас в школе. Мы не доверяем взрослым. Мы хотим сделать нашу школу более безопасной, а вы не можете, вы взрослые, не можете это сделать без нас. Они помогли нам создать помощники. Они стали нашими помощниками. Когда они нам говорят о эмоциональной озабоченности своим физической безопасностью, они могут найти эти ресурсы защиты. Мы можем проводить такие компании, и в такие практики. И тогда мы можем проводить такое социально-эмоциональное развитие. Но нужно вовлечь этих детей, заинтересовать их. И когда они говорят о своих озабоченностях, взрослые не должны игнорировать это. Например, дети говорят, что мы рассказывали взрослым об опасности, а они игнорировали. И вот эти помощники могут помочь в этом. Эти помощники могут доложить нам также о позитивных вещах. Они могут рассказать нам, может быть, учитель подвергает... Вы слышали такое? Или администратор также занимается буллингом. и поэтому дети могут нам об этом, помощники могут нам рассказать. Поэтому нам нужно работать с молодежью тесно очень. Еще один пример, когда мы оцениваем программу, которая называется «Источники силы». источники силы для 15-18-летних детей. Мы обучаем лидеров старшеклассников для того, чтобы они были агентами продвижения этих наших методов. У них именно лидеры старшеклассники могут помочь нам в этом. Они могут сказать нам, что можно сделать, что можно улучшить в школе. И они проводят кампании по обеспечению этой безопасности. И очень помогает эта программа. Эта программа помогла усилить связь детей со взрослыми, вовлеченность школы в эту программу, усилие позитивное понятие поддержки взрослых и снизила депрессию, а также самоубийство, а также различных форм агрессии и улучшила систему безопасности и благополучия. нужно помнить об этих источниках силы. И еще несколько слайдов, которые говорят о будущих направлениях. Мы много говорили о, в США, в США 60% каждый день идут в школу, и они хотя бы три драматических события пережили. мы не говорим, нужно выявить, что именно произошло с ребенком. Вопрос надо задавать не так, что не так с тобой, а нужно спросить, что случилось с тобой. когда ребенок делает ошибку и подвергается высокой степени буллинга, мы часто наказываем детей, мы говорим, что-то с тобой, что-то не так, а не спрашиваем, что произошло с тобой. Каким образом мы можем снизить конфликт, решить проблемы, а также использовать практики для того, чтобы обеспечить благосостояние. Если у нас есть конфликты в школах, нам нужно открыть обсуждения для того, чтобы залечить этот конфликт. Это совершенно другая сфера. Зато короткое время, которое я провела с вами, я говорила с вами об социально-эмоциональном обучении, это очень успешная программа. Мы выявили, что лучше всего работать, начинать с младенческого возраста, работать. И потом, после этого написано 3000 статей, и все еще перед нами большая работа. Конечно, мы достигли определенного успеха. Может быть, мы никогда не избавимся от буллингов в течение моей жизни, я думаю. Я надеюсь, что мы сможем снизить уровень хотя бы на 20% в ближайшие годы. и надеюсь, что когда я вернусь в Россию, будет проведено больше исследований. Большое спасибо. по поводу ее лекций или любых других вещей, связанных с этой темой. Пожалуйста, кто готов? Татьяна. Дороти, большое спасибо за очень позитивную презентацию, особенно сейчас мы тоже разрабатываем эти программы. У меня очень много вопросов, но хочу задать вам хотя бы два вопроса. Если я правильно вас поняла, мы концентрируем внимание на развитие социально-эмоциональных навыков, и я понимаю, как трудно измерить агрессивное поведение. Каково ваше наблюдение в ваших исследованиях? Как вы можете спросить детей об этом, о вашем опыте? Первый вопрос. Социальная программа социально-эмоционального обучения не может снизить буллинг. Когда мы обучаем учителя, мы предоставляем такие примеры о том, как предотвратить буллинг. мы попытались увидеть, если в одной сфере мы не достигли успеха, мы стараемся развивать другой метод. работая с маленькими детьми в других условиях, в более взрослом возрасте. И второй вопрос. Измерение агрессивного поведения действительно очень сложно. Я бы сказала, что большинство исследователей необходимо получать информацию от учителей, от родителей и от своей отчеты. Отчет учителя зависит от школы. В наших школах в день 7-10 учителей, ребенок видит 7-10 учителей, а в этой школе только один учитель. И именно этот учитель может сказать об этом агрессивном поведении. Просто наблюдать надо. Это очень дорого, конечно, мы тратим на это миллионы долларов, чтобы наблюдать за поведением детей на игровых площадках, в классе. И когда мы говорим о буллинге, это не... то есть это случается не так часто, и часто наблюдатели тратят огромное число часов для того, чтобы выявить увидеть этот буллинг. Большое спасибо за вашу очень интересную презентацию. У меня тоже много вопросов, но я хочу задать только один. Вначале вы говорили, что в некоторых странах успешно проводится эта работа в Финляндии, других неуспешно. А что вы имеете в виду, когда вы говорите, что они неуспешно работали? Хочу сказать об успехе в Финляндии. у них программа Киви и Эй. Они снизили уровень буллинга почти на 50-60%. исследователи наблюдали, буллинг снижался. они тем не менее в этой школе в каждом классе существует 4 жертвы, которые подвергались буллингу. Представьте себе, что один из них ребёнок в ваше ребёнок. Если вы знаете, что ваш ребёнок пойдёт в эту школу, где дети подвергаются такой агрессии, буллинг и даже ухудшили ситуацию, иногда такое случается. Но это вопрос работы. Очень много школ во всём мире они просто галочку ставят, что они провели работу. Они проводят такие встречи, но иногда это приводит к плохим результатам. В 1998 году работала у нас программа по предотвращению буллинга. И она не достигла успеха. И данные не были опубликованы из Южной Каролины, не были опубликованы. И исследователи сказали, что в США эту программу очень трудно выполнить. Я не знаю об обучении учителей в России. В Финляндии очень хорошие зарплаты получают учителя. В США не очень хорошие зарплаты. И у них часто нет степени магистра. В Финляндии они с удовольствием занимаются этим, а в США они говорят, сначала заплатите нам. Финляндии очень уважают, а в США не уважают учителей. Адри, коллег, Надежда. на русском. Вы говорили о том, что важно работать с семьями. И когда в семье ребенок подвергается буллингу, то родители очень много усилий прилагают. И они идут в школу и требуют, чтобы все стали работать с этим случаем. Но когда в семье ребенок наоборот издевается над кем-нибудь, то очень трудно достучаться до родителей. Они считают, что он должен защищать себя, например. Как вы работаете с такими родителями и с такими семьями? Надежда, я тогда поработаю немного к переходщику, если мне хочется. Если вы мать ребенка, которая подвергается насилию, вы волнуетесь, вы идете в школу, вы говорите с директором, с учителями, с тем, что вы очень беспокоитесь об этом. Но если, например, ваш ребенок сам занимается буллингом, это большая проблема для учителя, родителями. этот родитель работал со своим ребенком. Родитель может сказать, но ребенок сам себя защищает, здесь ничего плохого он не делает. Как вы работаете с такими родителями? Да, это очень сложно. В течение 25 лет, когда я выполняла эту работу, было 4 родителя такого типа, четверо было. И 17% детей в возрасте с 8 до 13 являются такими насильниками. и поэтому во многих странах мы наказываем родителей, если они не предпринимают меры. И поэтому учителя и администраторы, директора пытаются выгнать этих детей из школы. Нет легкого ответа. Если родитель, ребенка подвергается насилию, я говорю, переведите ребенка в другую школу. Если они говорят нет, тогда мы разрабатываем стратегию. родители могут быть ответом. Но конечно очень сложно говорить с родителями детей, которые являются агрессорами. Мы можем наказать этих родителей. Они должны нести ответственность за это. Но это также мы все знаем, что некоторые дети имеют проблемы с агрессией в семье. Но когда они приходят в школу, если они увидят, что эта агрессия не воспринимается, они изменят свое поведение. Например, мать приходит к вам и говорит, что дома я не могу контролировать своего ребенка. А что может учителей? А в школе ребенок себя хорошо ведет. Это недетерминистский подход. Можете ли вы знать, какова среда в семье? но вы можете изменить поведение. Например, я работала с этими детьми. Если мы понимаем, что дома это сходит с рук с братом и сестрой, а в школе это не сойдет с рук. И вот эти приводило к позитивному изменению поведения. Дети любят делать все правильно, но они хотят знать, то, что они делают дома, не сработает в школе. в школе. Спасибо вам большое за ваше выступление, было очень интересно. Я хотела задать вам два вопроса. Первый вопрос касается возможности полностью истребить буллинг. Вы говорили о том, что ставите цель пока снизить частоту этих случаев на 20%. насколько можно изменить качество отношений в детских сообществах и во взрослых тоже, чтобы полностью устранить явление травли. Это первый вопрос. Второй вопрос касается того, насколько нормальным воспринимают это явление сейчас учителя и родители в Америке. Есть исследователи, которые полагают, что явление травли одного члена коллектива большим количеством других членов является нормальным, в том числе в животных сообществах проявляется. Поэтому в принципе мы можем относиться к этому как к некоторой норме и принять во внимание, что до конца это явление невозможно будет устранить. Есть ли такая позиция среди учителей и родителей и, если есть, насколько она влияет на попытку снизить количество явлений буллинга? Спасибо. Спасибо. Это была Виктория. Виктория, и она есть две вопросы. Виктория, первое есть, что вы сказали что вы отклилили буллинг до 20%. Что может быть возможным фигуром, что может быть выше? Если мы скажем что не возможным, то как ? И второе вопрос то есть, как учителей и люди работают в школах в США, как они думают о bullying, что может быть норм? Может быть норм, потому что в семьях и в мире в мире животных. Если один человек будет болен от многих других, это может быть право. Это нормальное. Так что учителей обычно это так, или это не коммунная позиция, или это другая? Спасибо. Я забыла первое вопрос. Вы хотите снизить на 20%, но можно и более? Я думаю, что 20% показано во многих исследованиях, но в некоторых странах даже 50, 60 и 70% снижается. Но насколько, так сказать, это можно поддерживать? А что касается вашего второго вопроса. Да, существует литература о bullying, где проходит такой эволюционный подход и считает, что такое поведение... Например, сейчас в Техасе работает этот ученый, он пропагандирует идею, что приматы, животные, те, кто были сильнее, были более здоровыми, они могли так поступать. Но учителя не могут принимать такую эволюционную теорию. И в некоторых штатах даже нельзя говорить об эволюции, например, в Техасе. Если вы религиозный человек, то вы не верите в эволюцию, поскольку Бог создал нас в течение 7 дней. Но, конечно, некоторые ученые в мире считают, что это поведение является адаптивным, они как бы копируют его с поведения моделей животных, когда разрабатывают иерархию в классе, так же, как это делают приматы, например, в зоопарке. Я могу вам показать несколько таких статей. то есть здесь существует борьба за иерархию. Всегда кто-то более сильный, кто-то более здоровый, чем другие. Хороший вопрос. Спасибо, что вы его задали. Спасибо большое. Я постараюсь выбрать один самый важный вопрос. Поскольку очень хочется узнать подробности, вот механику работы с детской группой. Я попытаюсь задать вопрос на примере, как бы вы работали в конкретном примере, если можно. Есть детская группа, в которой есть буллинг, но нет истории слепой зоны, замалчивания. Да, взрослые настроены на то, чтобы устранить буллинг, семьи открыты. А если с детьми говорят про буллинг, с группой говорят про буллинг, дети знают об этом, тем не менее ситуация есть. А ребенок, который является жертвой, сам не хочет, чтобы было давление на тех, кто его травит. Например, он не хочет, чтобы разговаривали с семьей, потому что он хочет дружить с этими детьми дальше. Он считает, что если будут какие-то репрессии, какой-то санкции, то ему еще больше достанется. А он хочет дружить. У них все, вот такая версия. Как с ними дальше работать, такой кейс? Это, конечно, очень сложный случай. Вы не можете просто вмешаться на одном уровне. Вам нужно создать атмосферу, когда буллинг не является нормой. Создать такой климат, чтобы те, кто занимается в этой группе, не были популярными. Для того, чтобы это сделать, вам нужно понять это явление. Когда мы проводим исследования, мы собираем данные и узнаем, кто именно является агрессорами. Являются ли они популярными, являются ли они влиятельными, влияют на других детей и на учителей. И наши данные. Иногда невозможно вмешаться в одной школе. Например, существует два разных явления. у вас, вам нужна часть учителей. Они, например, говорят, что вот этот 7 класс самый ужасный. В США сейчас буллинг на пик буллинга, как никогда. Но нельзя вмешаться на одном уровне. Это хорошо, когда родители вмешиваются, но этого недостаточно. 3000 статей, которые мы написали, но мы так и не сможем дать вам точного ответа. Это все зависит от каждой ситуации. Если смиряются с таким поведением, то они будут продолжать это делать. А если мы не будем бороться с этим, мы никогда не сможем его снизить. Мы люди. Мы должны создать такие условия поведенческие, чтобы предотвратить их. Если я популярен, и почему я вдруг должен предотвратить это? Ребенок так думает. Ребенок считает, что это норма. Нам нужно создать такую атмосферу в классах. И учителя должны быть такими опытными, которые могут выявить такую иерархию и невидимой рукой убрать эту иерархию у ребенка, чтобы он прекратил свою агрессию. Это очень сложный вопрос. К сожалению, по крайней мере, для меня точно, к сожалению. Время нашей сегодняшней встречи подошло к концу. Сейчас мы заканчиваем. Я еще раз хотела сказать большое спасибо всем, кто пришел. и от себя поблагодарить профессора Эспилейджа, потому что в каком-то смысле для нас это был уникальный опыт общения с практиком, который очень много может рассказать о том, как же это работает на практике. И, в общем, это то, что нам предстоит еще, конечно же, притворять в жизнь в нашей стране. Спасибо всем большое. Увидимся на других встречах. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А, да. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. 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 Спасибо.